Здравствуйте, уважаемые коллеги, жюри. Я хочу представить здесь проект, который направлен на разработку метода ранней диагностики или скрининга рака молочной железы на основе анализа циркулирующих экзосом. Вот первая картинка посвящена тому, чтобы описать проблему. Слева вы видите динамику роста заболеваемости рака молочной железы в России. Она, естественно, позитивна, к сожалению. И на правой картинке распределение по стадиям впервые поставленных диагнозов. Видите, что треть диагнозов ставится, к сожалению, на 3-4 стадии заболевания. И красным выделена часть пациентов, у которых этот диагноз, к сожалению, фатален. То есть это пациенты, которые не проживут 5 лет после установления диагноза. Если перевести эти как бы в абсолютные цифры, это значит, что в нашей стране в течение года ставится порядка 10 тысяч диагнозов рака молочной железы. И эти диагнозы фатальны. Пациенты не имеют шансов быть вылеченными, потому что диагноз поставлен поздно. Но решение этой проблемы, оно как бы угадывается просто. Надо разрабатывать и внедрять методы ранней диагностики. Ключевое слово в моей презентации и вообще в нашем проекте – это экзосомы. Тут она уже прозвучала однажды. Это некие наноразмерные мембранные визикулы, которые секретируются всеми клетками. И они представляют собой микропортрет клетки, которая их продуцирует. Они могут быть выделены из любых биологических жидкостей, практически в частности из плазмы. И экзосомы, секретируемые клетками опухоль, они представляют собой такой естественный, биохимический, биологически стабильный комплекс множества различных онкомаркеров различной природы. То есть это онкомаркеры белковой природы, которые могут быть на поверхности экзосомы. Это микро-РНК внутри и масса других. Мы фокусируем свой проект на этих двух. Анализ этих маркеров может одновременно, параллельный, одновременно, наверное, самое правильное слово – анализ многих до 10 этих маркеров может существенно повысить результативность и специфичность теста. В принципе, этот тест может быть реализован различными методами. Мы предлагаем на данном этапе двухэтапный мультиплексный анализ. Сначала анализируются поверхностные маркеры на поверхности экзосомы. Это белковые маркеры с помощью проточной цитометрии. И потом обогащенные этими экзосомами высокоэкспрессирующие маркеры поверхностные фракции анализируются их состав, их микро-РНК, этих экзосомах, методом обычной полимеразно-цепной реакции. То есть технология поставлена, она не требует никаких новых разработок. В принципе, та же технология может быть реализована более продвинутыми способами. В частности, например, на основе чипов, на основе так называемых плазмонных резонаторов. Я не буду углубляться сейчас в эту технологию, но, в принципе, я это показала для того, что наша компания участвует в разработке такого вот чипа в одном европейском проекте, и мы обладаем правами его коммерциализации. То есть мы можем это использовать позднее. Вот на этой картинке представлено конкурентное окружение. Вот я для вашего внимания несколько существующих сейчас на рынке молекулярных маркеров и их диагностическим показателем чувствительности и специфичности. Вы сами можете оценить, что вот с такими показателями далеко не идеальны. Естественно, мы уже не решили за время сообществования, наверное, не решат той проблемой, которая была как бы на первом слайде. Вот. С экзасомами в мире работает уже, разрабатывает методы диагностические в онкологии. Несколько компаний, вот их бренды представлены ниже. В принципе, пока на рынке нет продуктов, кроме вот того, что уже упоминалось сегодня, компания, по-моему, это американская компания, насколько я знаю, Экзосомикс Диагностик, они выпустили уже на рынок тест для диагностики рака предстательной железы. Как раз по анализу экзосом из мочи они анализируют там не только микро, но и разные несколько видов РНК, то есть похожие по смыслу тест, но на другую локализацию. Восьминута. А? Минута осталась. Да, все, нет, две картинки. Вот это наша команда представлена, где четыре человека, мы как бы по профилю разнообразны, тут наука, практическая медицина и коммерция, что, в принципе, нам, я думаю, поможет в реализации. И вот такой примерный план развития, то есть на ближайшие два года у нас еще такой R&D этап, то есть мы сейчас разработали и уже имеем как бы микроранковую панель диагностическую, она требует некой там оптимизации, но тем не менее она уже есть. Вот. Следующий год мы планируем потратить на работу с, на разработку такой же панели для диагностики поверхностных белковых маркеров, потом вот надо будет собрать все в одну историю, провести некую маркетинговую кампанию и, естественно, легализацию продукта, то есть получились лицензии, разрешительные документы, и где-то первую продукцию, ну, наверное, и не раньше, чем через два года, мы так планируем, она случится, она будет тестовая, и, скорее всего, она будет на, скажем, на аутсортинге, мы не будем пока сами организовывать собственное производство, но со временем надо будет решать эти вопросы, пока я не могу сказать, как. Ну, вот примерно так.